Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ Новости. В студии для вас работает Айнор Мирханова. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Начальник выпуска. Коротко о самом главном. Антикор БДИТ. 18 случаев незаконного повышения цен на лекарства выявлено в Капшагае. Незаконно. С 1 сентября незарегистрированные транспортные средства, везенные из Армении, могут оказаться на штрафстоянке. Хочу в садик. В области начали работу детские сады. С начала купального сезона на водоемах Алматинской области погибли 31 человек. 13 из них дети. Печальную статистику озвучили сотрудники департамента по ЧАЭС в ходе селекторного совещания под председательством первого заместителя Акима региона Лизата Турлашева. В рамках профилактики несчастных случаев в регионе проводятся рейды и патрулирование мест отдыха. Установлено 1446 предупреждающих знаков. Населению роздано около 60 тысяч памяток и листовок. Для сокращения гибели граждан ДЧС предлагает оборудовать стихийные пляжи и внести их в список разрешенных. Неутешительна статистика и под техногенным катастрофам. С начала года на территории региона зарегистрировано 23 лесных пожара. Пострадало более 7 тысяч гектаров. Сумма ущерба составила 20 миллионов тенге. Сказывается на этом и работа районных Акиматов. ДЧС заявили, что в ряде регионов работа проводится ненадлежащим образом. Например, слабо ведется строительство пожарных постов. Таких необходимо построить еще 29. Фактически функционируют лишь 25. Их строительство, как говорят специалисты, значительно поднимет уровень оперативности экстренных служб. За неисполнение протокольного решения. Еще раз повторяю. Джамбул, Карасай, Пампил, Керблаг, Киен, Юра, Уданда. Разберитесь и накажите замысел. Следующие будете сами. Необходимо тщательно подготовиться к отопительному сезону. В аналогичный период с 15 октября по 1 апреля произошло 340 пожаров. Наблюдается рост погибших на 15%. Работа в данном направлении уже ведется. Заместитель Акима области поручил усилить профилактические меры. Предварительные итоги праймерис Палматинской области озвучены сегодня на площадке ЖТСУ Медиа. 313 кандидатов были выдвинуты из числа партийного кадрового резерва и 10 извне. Из выдвинутых кандидатов 23 на областной уровень и 300 на районный. Целью праймерис является формирование эффективного депутатского корпуса в Маслехате и Можилисе парламента страны. На сегодняшний день в списке кандидатов в партийный кадровый резерв 1026 человек. Из них 35% – женщины и 23% – молодежь. В условиях действующего карантина голосование будет проходить в онлайн-формате. Проголосовать можно будет через мобильное приложение или веб-портал. В селах, где нет интернета, нуратановцы смогут проголосовать традиционно на избирательных участках, но с соблюдением всех мер карантинного режима. Желающих очень много. Это молодежь, женщины, многодетные матери. И другие наши граждане изъявляют желание участвовать в этом премьеризе. Это, как я уже выше говорил, это наши внутрипартийные выборы. Это делается для того, чтобы определить самых лучших, самых достойных. В будущем будут представлять народ наших партийцев в парламенте, в мажелысах и масляхатах всех уровней. 12,5 миллиардов тенге будет затрачено на приобретение компьютерной техники для детей социально уязвимой категории Алматинской области. Благодаря государственно-частному партнерству закупят 95 тысяч единиц компьютеров, планшетов и ноутбуков. Процесс их распределения на контроле его антикоррупционного комитета. Нынешний учебный год для большинства учащихся пройдет в дистанционном формате. Для полноценного получения знаний каждый нуждающийся ребенок будет обеспечен компьютерной техникой. А за это время, пока учебный процесс проходит онлайн, порядка 55 школ Алматинской области будут полностью отремонтированы по программе «Дорожная карта занятости». Учебный год начнется у нас дистанционно. Правительство в Акимов области принято решение обеспечить детей, у кого нет компьютеров, это категория малообеспеченная семья многодетная, компьютерной техникой. Для этого планируется закуп 75 тысяч компьютеров, для этого выделено с республики 8,5 миллиардов и с местного бюджета 4 миллиарда тенге. Сейчас эта работа ведется, она на контроле Акима области находится. В этом году для абитуриентов выделено 260 грантов Акима области. За счет средств местного бюджета высшие образования смогут получить 110 человек из общего списка, а также 150 лиц по категориям. Это дети из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, сироты, дети-инвалиды и другие. Напомним, 20 августа состоялось заседание комиссии по распределению грантов Акима Алматинской области. Как отметили члены комиссии, дефицит кадров наблюдается по многим специальностям, в том числе есть спрос и на медицинские кадры. Большинство грантов были распределены на следующие специальности – это педагогические, медицинские, сельскохозяйство, искусство, IT-технологии и так далее. На сегодняшний день у нас наблюдается дефицит кадров по педагогическим специальностям. Это учитель начальных классов, дошкольного воспитания педагоги, учителя географии, физики, биологии, химии, русского языка и литературы. В Алматинской области выделены средства на приобретение 150 аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов. Также ведется строительство инфекционной больницы в городе Талдыкурган. Запасы лекарственных средств на лечение больных COVID-19 имеются на полтора-два месяца. Кроме того, порядка пяти наименований лекарственных препаратов будут выдаваться бесплатно лицам с симптомами коронавируса. Работа в данном направлении также будет под контролем представителей антикоррупционных служб. 150 ИВЛ-аппаратов будет закуплено, 27 уже до этого приобретено. Кислородные концентраторы сейчас закупаются в больших объемах. Также на последней сессии Маслехата было принято решение выделить дополнительно 3,7 миллиарда тенге, чтобы построить кислородные станции в больших районных больницах. В целом, с начала года в Алматинской области зарегистрировано 137 уголовных преступлений, 103 из которых являются коррупционными. Как показал анализ, большинство коррупционных преступлений связано со взятоточничеством. Правонарушители привлечены к уголовной ответственности. Работа в данном направлении будет продолжена. Гульмира Тимиргалиева, Жаик Курманбаев, телеканал ЖТСУ, Талды Гурган. 18 случаев незаконного повышения цен на лекарства выявлено в Капшагае. Это показали результаты рейда специальной мониторинговой группы, созданной антикоррупционным комитетом Алматинской области. Теперь нарушителей ждут административные взыскания. Подробности в материале нашего корреспондента. Одним из первых объектов, попавших под пристальное внимание инспекторов, стала Капшагайская городская больница. В начале лета, в самый разгар пандемии, в медучреждении прошли лечение около 260 пациентов. Тогда больницу на 120 коек оснастили дополнительными местами для госпитализации ещё 200 человек. К настоящему времени ситуация стабилизировалась. Сегодня в провизорном отделении проходит лечение 72 человека. У 10 из них диагностирован коронавирус, остальные госпитализированы с пневмонией. На сегодняшний день в Капшагайской больнице 300 коекомест. Лекарства и ПЦР-тесты имеются в достаточном количестве. Кислородных концентраторов тоже хватает. По официальным данным, в Капшагайском регионе от пневмонии скончалось 19 человек. У шестерых причиной смерти стал коронавирус. Медперсонал центральной больницы проводит все необходимые мероприятия для того, чтобы не допустить распространения опасной инфекции. По словам руководителя медучреждения, помимо строгого соблюдения всех санитарных норм и правил, в больнице ведётся строгий контроль за поддержанием запасов лекарственных средств. Лекарств спокойно хватит на два месяца. В ближайшее время ждём поступлений. После визита в Капшагайскую больницу мониторинговая группа наведалась в крупнейшие аптеки города с целью проинспектировать наличие востребованных лекарств и их стоимость. Проверка показала, недостатков в препаратах нет, а цены на них не завышены. Следует отметить, за последние несколько месяцев в Капшагайском регионе было выявлено 18 фактов завышения цен на лекарства. Теперь представители мониторинговой группы заявляют, что пощадок нарушителям не проявят. В городе Капшагай на сегодняшний день 18 административных материалов было составлено. И один материал в посёлке Чингильды. Мониторим мы каждый день с СЭСом отрабатываем, с органами внутреннего дела отрабатываем. Мы держим на жёстком контроле. Если будет необоснованное завышение цен, будем привлекать вплоть до лишения лицензий данных аптек. В рамках своего визита в Капшагайский регион мониторинговая группа ознакомилась с ходом реализации государственной программы «Дорожная карта занятости». С начала введения карантина более полутора тысяч жителей региона потеряли работу. Из областного бюджета в помощь городу было выделено 1 миллиард 700 миллионов тенге. На эти деньги реализовано 17 социально значимых проектов. Один из них – Капшагайская котельная, которая переходит на газовое топливо. В реализации проекта задействовано 18 местных жителей, трудоустроенных через центр занятости. В рамках 17 проектов у нас создано 288 рабочих мест. Из них направлено 148 через центр занятости. Подводя итоги мониторинга, руководитель областного департамента по противодействию коррупции отметил эффективную работу местных властей и продуктивность прошедших проверок. Стоит отметить, что под особым контролем мониторинговой группы находится и обеспечение прозрачности доставки гуманитарной помощи до каждого лечебного учреждения. Евгения Присяжная, Курманжан Касымжан Улы, Аманжол Кжан Кейшев, телеканал ЖТСУ. Вне закона. С 1 сентября незарегистрированные транспортные средства, везенные из Армении, могут оказаться на штрафстоянке. Для того, чтобы без проблем передвигаться по автомобильным артериям Казахстана, машину необходимо поставить на временный учет. Сегодня в специализированных цонах владельцам таких авто предоставлена уникальная возможность по их легализации. Постановка на временный учет обойдется владельцам в 12 тысяч тенге. В нее входит выдача новых государственных регистрационных номерных знаков, техпаспорта и госпошлина. Как сообщили стражи порядка, с 1 сентября ими совместно с другими заинтересованными органами будут проводиться рейды, направленные на выявление автомобилей без соответствующей регистрации. Их владельцев станут привлекать к ответственности, а иностранные авто во дворят в спецстоянку. На сегодняшний день в Алматинской области легализовалось более 300 таких автомобилей. Поскольку везенные автомобили состоят на учете в полномоченных органах Республики Армения, при регистрации в Казахстане им будут присваиваться номера на желтом фоне, как для транспортных средств, имеющих постоянную регистрацию в другом государстве. При этом номера будут присваиваться с кодом региона по месту фактического проживания собственника автомобиля. Вот такие желтые номера, вот это регион 05, Алматинская область, вот такие желтые номера будут выдаваться при временной регистрации. Если гражданин захочет регистрировать свою автомашину на постоянный учет, ему необходимо оплатить таможенный пошлиный, утилизационный сбор. Садики спасения для работающих родителей. Почти 2000 дошколят вчера переступили пороги детских садов Талдыкургана после длительного карантина. Этого события многие родители ждали с большим нетерпением. Но пока учреждения будут работать в режиме дежурных групп с заполняемостью не более 15 детей. И самое главное условие их функционирования – соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований. «Если раньше моя дочь капризничала и не хотела отправляться в садик, то сегодня ситуация совсем иная», – говорит Инна Шестаковская. По её словам, её счастливая дочурка с раннего утра бежит к своим друзьями-воспитательницам. «Очень скучали, наконец-то открыли, с первого дня пришли, все анализы сдали, нормы все соблюдены у нас. Дополнительный, конечно, является огромным плюсом, что у нас небольшая наполняемость групп». Радость в глазах детей действительно не скрыть. По словам воспитательниц, такими послушными и активными они их никогда не видели. Выполняют все задания дружно, организованно и даже во время обеда никакой суматохи. «Мне нравится садик, у меня много тут друзей, мы играем в разные игры, у меня тут много подружек». Как известно, 17 августа дошкольные организации Талдукургана начали работу в режиме дежурных групп с заполняемостью не более 15 детей. Главным условием их функционирования является соблюдение всех санитарных норм. Как утверждает руководство садика, данные требования ими выполняются неукоснительно. «Каждое утро детей принимают медицинские работники-воспитатели, проверяют кожный покров и измеряют температуру ребёнка. Ежедневно проводится утренний фильтр сотрудников детского сада, также медработник день два раза обходит группы и проверяет температуру детей». К слову, после карантина возобновили свою работу более 50 дошкольных учреждений города, распахнув двери более чем 2000 дошколят. Для сравнения, до карантина их посещали свыше 3000 малышей. Как отмечают специалисты, вероятно, люди всё ещё предпочитают оставлять детей дома. Но если такой возможности не будет, дежурные группы всегда готовы прийти на помощь. Айнур Мирханова, Айдос Калиев, телеканал ЖКС Усталдукурган. По данным МВД, мобильная группа департамента по противодействию наркопреступности и спецподразделения МВД провела вертолётный облёт. В результате на границе были обнаружены искусственно высаженные плантации конопли. Там же находился бассейн для полива и землянка для проживания и хранения агротехники. Местные полицейские преследовали наркодельцов, пытавшихся скрыться. При погоне за автотранспортом для его остановки сотрудниками были произведены предупредительные выстрелы. Лишь после этого, получив повреждение колёс, движение было остановлено. Сотрудники полиции на месте задержали троих местных жителей. В Шымкенте частный дезинсектор проводил обработку помещения от тараканов опасным веществом. В процессе его работы погибли трое детей. Первый инцидент был в ноябре прошлого года. Тогда с рвотой и головной болью госпитализировали целую семью. Двое маленьких мальчиков умерли в тот же день. Вторую смертельную обработку от клопов он повторил спустя три месяца. Погибла восьмимесячная малышка. По словам судей, специалист работал, не имея на это соответствующего разрешения. За нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов виновным может провести в тюрьме до 10 лет. Накануне стало известно, что экс-начальника управления спорта Западно-Казахстанской области Муслима Ундаганова, освобожденного неделю назад условно-досрочно, снова поместили под стражу. В ходе прокурорской проверки было установлено, что он все еще не возместил государству ущерб в 67 миллионов тенге. Соответственно, оснований для его досрочного освобождения не имелось. Сейчас защитник готовит апелляционную жалобу за задержание силовиками в его доме. Это на видео снял его адвокат. Благотворящее. В центральной больнице Ильского района в ДАР переданы два кислородных концентратора. Стоимость каждого свыше 500 тысяч тенге. К ним меценаты приложили порядка 40 защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Акция волонтеров стала возможной при поддержке члена Совета директоров Евразийского банка Шухрата Ибрахимова. Для пациентов с затрудненным дыханием эти аппараты – шанс на жизнь, говорят с благодарностью врачей. Необходимо отметить, что за время пандемии в Ильинском районе с диагнозом пневмония были госпитализированы 885 человек. К сожалению, семеро из них скончались, 80 находятся в провизорном госпитале. Остальные выздоровели и выписаны из больницы. В рамках акции «Безбергемес» аналогичную помощь представители банка намерены оказать также больницам Каратальского и Панфиловского районов. «Сейчас все еще сложный период. По инициативе члена Совета директоров нашего банка Шухрата Ибрахимова, от чистого сердца мы решили провести эту акцию. Планируем помочь трем районным лечебным учреждениям, начали с Ильинского района. Мы искренне надеемся, что эти концентраторы помогут заболевшим быстрее выздороветь и вернуться в круг родных и близких». Мир не без добрых людей. Общество «Красного полумесяца» Алматинской области продолжает поддерживать население. Внесли свою лепту также волонтеры и меценаты. С начала пандемии общий размер оказанной помощи составил почти 10 миллионов тенге. В рамках нынешней акции нуждающиеся смогли получить безвозмездную помощь прямо у порога своих домов. Продуктовые корзины доставлялись сотрудниками общества «Красного полумесяца» и волонтерами. В боготворительной деятельности приняли участие такие компании, как «Кока-Кола», «Маккензи» и «Байерсдорф». «Филиал Алматинского областного общества «Красного полумесяца» с марта по сей день 2020 года оказал помощь для малоимущих, одиноких пенсионеров, матери-одиночки, многодетной семьи. Получили на сумму около 10 миллионов тенге. Наше общество с сильными волонтерами. Еще у нас сейчас идет программа при поддержке ЮСАИД именно по информированию населения о пандемии COVID-19. С начала пандемии, благодаря «Обществу красного полумесяца» и меценатам, множество семей получили поддержку в виде одежды, канцтоваров, многоразовых масок и продуктовых посылок. Помимо этого, представители общества и волонтеры проводили беседы и раздавали информационные материалы о том, как правильно уберечься от пандемии. Спасибо вам за все, за такое внимательное отношение к нам. Я вот благодарна вам. Меня это радует от души. Я готова вот прямо вспомнить молодость и пойти вместе с вами проводить какую-то разъяснительную работу, просить, говорить, выступать. Вот все. А вам спасибо за все. Помощь в нужный час неоценима. В условиях карантина многие люди оказались в затруднительном финансовом положении. В рамках благотворительных акций «Общество красного полумесяца» Алматинской области помощь смогли получить порядка полутора тысяч человек. Подобные акции преследуют одну простую цель – делать добро. Рустам Аралбаев, Бигзат Хажмуханов, телеканал ЖИЦУ. Этим летом в Копенгагене открылся один из самых уникальных музеев мира. Музей счастья. Он расположен в небольшом подвале одного из домов тихой и спокойной улочки датской столицы. Цель основателя музея Майка Викинга – рассказать о счастье во всех его формах и проявлениях. Майк Викинг также основатель и руководитель Института исследования счастья в Копенгагене. Он автор книги «Хьюги. Секрет датского счастья». Хьюги – это особое понятие, возникшее в скандинавских странах. Оно означает чувство уюта, комфорта и благополучия в повседневной жизни. Согласно докладу о мировом счастье, ежегодно публикуемому ООН с 2012 года, Даня в этом одна из стран-лидеров. Туристическая отрасль Греции старается из всех сил поддерживать в рабочем состоянии мотора экономики страны. На популярных среди путешественников и отдыхающих в греческих островах пытаются наладить жизнь в условиях ограничительных мер, введенных из-за пандемии, чтобы по-прежнему привлекать клиентов. Владельцы ресторанов говорят, что для них мало что изменилось и что финансовые потери не так значительны. А вот барам и ночным клубам приходится нелегко. Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис стала первой темнокожей женщиной, официально выдвинутой на пост вице-президента от Демократической партии США. Ее кандидатуру в съезд утвердил вслед за выдвижением Джозефа Байдена на пост главы государства. В своем выступлении перед делегатами Харрис назвала своей задачей борьбу с последствиями политики Дональда Трампа. Решение Байдена идти на выборы с Камалой Харрис, действующий президент Дональд Трамп, назвал удивительным. Он отмечал, что считает и Байдена, и в особенности Харрис слабыми оппонентами в борьбе за Белый дом. Это были все новости на сегодня, а я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова